Итак, дорогие друзья, мы рассмотрим два вопроса. Первый вопрос, почему не получается разобраться в блокчейн, изучить язык, писать полноценные децентрализованные приложения. И второй вопрос, на самом деле вы все это знаете. И, конечно, разберемся, как это делать. Итак, для начала открываем вот этот код. Секунду. Код. Контракт. Дальше поехали. Стракт. Дальше поехали. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я тихонько мытаю, вы смотрите. Для новичка скажут, да нифига здесь непонятно. Я вам говорю, ребята, вы это делаете каждый день. Ну, давайте разберем. Итак, сначала первое. Потом мы к этому вернемся. Блокчейн нельзя изучать отдельно. То есть, что будет ошибкой? 100%. Когда человек открывает, допустим, учебник и начинает там изучать, как обычный язык, как Python, да. Вот что такое переменные. И начинает делать некие уроки. И в конце концов, ни язык не знает, и что делать не знает. А в чем проблема? Ребят, вот я сейчас, я уверен, что смотрит видео, у которых людей обязательно сейчас получится, да. Я у вас спрашиваю прямой вопрос. Ребят, а что вы изучаете? Давайте я отвечу за вас. Ну, мы хотим разобраться в блокчейн. Мы изучаем блокчейн. Наверное, нам надо язык программированной солидности. Наверное. Ребят, вся проблема в том, что вы в первую очередь должны сообразить, что то, что вы собираетесь изучать, это есть в вашей жизни. И вы это понимаете. Смотрите, грибы. Итак, пункт первый. Запоминаем. Я провожу параллели, рассказывая о грибах. Каждый из вас ездил к грибам. Сначала просто для себя запомнить одну вещь, мы потом вернемся. Нельзя изучать солидность отдельно от блокчейна. Сам блокчейн надо изучать сразу в трех, грубо говоря, с трех сторон. Мы дальше разберемся. Контракт, шаблон, код шаблона, язык и тестирование. Что мы будем тестировать? Прежде чем начать работать с контрактом и изучать язык программирования солидности, надо понимать, что контракт вы понимаете. Что это такое? Давайте разберем на примере грибов. Значит, беру семью из четырех членов. Итак, берем семью. Едут грибы. Мама, папа, сын, дочь. Решили, кто больше соберет. Пишем. Сюда смотрим. Стракт. Сейчас, секундочку. Сейчас все поймете. Теперь будут подсказки работать. Смотрите. Договорились собрать грибы и кто больше наберет. Значит, первое. В контракте нам надо договор. В языке программирования солидность для этого есть определенные типы данных. Называется стракт. Куда мы будем сохранять переменные? По сути дела, я сейчас не буду писать на языке программирования. Давайте подумаем. Кто больше белых? То есть, собирает грибы белые. Количество грибов, качество грибов. Чем больше белых, тем дальше. То есть, в первую очередь договорились, какие грибы собирать. Во вторую очередь, как определим победителя. Наверное, нам надо имя. Имя. И второе надо подсчет. Подсчет грибов. И на основе этого рождается победитель. Скажите, пожалуйста, вы каждый день с кем-то о чем-то договариваетесь? Когда вы поедете на рыбалку? Когда вы пойдете в ягоды? Пусть вы не соревнуетесь, но все равно вы говорите, пойдем в ягоды, берем то-то, то-то, то-то. То есть, контракты вы заключаете каждый день. А 3D-вопрос. А вы подходите к солидности как? Это нечто незнакомое. Не получится, ребят. Надо понять, что это есть в жизни. Второй момент. Вот оно здесь. Теперь объясняю. Смотрите. Ребят. Блокчейн. Если мы, как я говорил, будем изучать язык программированной солидности, изучать там, ну, что такое переменные, что такое там функция или там каким образом, но не понимая, зачем нам это, мы ничего не выучим. По одной простой причине, потому что мы не знаем, к чему это прицепить. Почему? Язык блокчейн изучается три в одном. Первое. Выводим код шаблона. Мы сейчас в течение этого видео сделаем. Второе. Изучаем язык программирования на основе шаблона. В первую очередь. В первую очередь надо построить для себя шаблон, как я буду писать контракт. И третье. Нам надо понять, что тестировать, как улучшать код, почему это важно. По одной простой причине мы дойдем, я, возможно, это не забуду, да. Но в блокчейн есть такие понятия, как газ. То есть, иными словами, написали код, поставили не ту память. И получится у вас, что для того, чтобы перевести операцию, будет денег больше затрачено, чем сам продукт. То есть, здесь все взаимозависимо. Почему надо изучать и знания. То есть, все это в одном. Теперь поехали дальше. Смотрим, да. Смотрим дальше. Вот здесь есть сама типы данных. Вот когда мы разобрались, что нам нужен тип данных, стракт, для того, чтобы собрать нам, людям, понятные какие-то принципы, по которым мы будем что-то отслеживать. Теперь можно залезть в документацию, в принципе. Залезть в документацию и посмотреть стракт. Все правильно записано. Представляет собой определение новых типов в виде структур, что показано в следующем примере. Человек, который никогда не стал все программированным, вообще ничего не поймет. Но с другой стороны, после того, как я вам показал, что, в принципе, мы решили поехать к грибе, давайте договоримся. Вот собрали. Почему разные типы данных? Потому что здесь будет строка, другой тип, который будет называться строка, где мы можем отображать какие-то символы, в данном случае слова. Здесь будет количество грибов int, то есть разные типы, то есть это уже целые числа. Качество грибов, это будет, допустим, bull, то есть bull, bulliv-tip, то есть is false true, то есть, иными словами, хорошие и плохие. Разные типы. Так вот, когда мы едем к грибам, мы просто договорились, кто больше белых наберет, тот и, значит, победил. Тому торт. Больший кусок будет, да? А в языке программирования это надо как-то оформить. Для этого придумали типы. Вот и все. Все банально просто. Хорошо, идем дальше. Человек, который смотрит контракт, он скажет, да, один код, а я вижу тут четыре слоя. Вы говорите, что такое слои, а о слоях часто говорит линус, да? Я не умничаю. Просто-напросто это будете видеть. И вы не видите слои по одной простой причине, я скажу в конце, потому что не любите работать с документацией. А я учу всегда работать с документацией, в первую очередь. Так вот, ребят, смотрите, на самом деле. Поехали дальше. Второй слой. Что такое блокчейн? Это сеть. То есть, скажите, между собой, чтобы аккаунты, ведь надо как-то указать, где чей аккаунт. А те, кто поехал в грибы, у них нет этого, нет ссылок. Да есть. Либо Вася кричит. Это и есть связь, это и есть ссылка. Либо берет телефон, звонит там, да? Мама, папе, да? Привет, ты где там? Я там к белой сосне дошел. Это и есть ссылка. У вас в жизни она есть. Значит, нам надо ссылка. Ссылка. Структура контракта. Ссылка. А так как... А так как блокчейн это сеть, то там всегда будет присутствовать ссылка. Иначе как мы узнаем, кому отсылать что-то, от кого-то получать? Правильно? Смотрим. Да, потом скажу. Я в 2018 году дошел на блокчейн. Но там взял узкое направление, только мобилы. А поэтому вот прошло 4 года я работал с блокчейн. И сейчас уже начал делать полноценную школу общую, чтобы человек понимал и мог писать в разных приложениях, соединять блокчейн. Поехали. Адрес. Он просто так записывается. Адрес взять вот отсюда. Дальше. Модификатор. И переменная. То есть, как к нему обращаться. Хорошо. Поехали дальше. Структуру контракта. Где хранить данные? Где хранить данные? Когда мы едем в грибы, мы просто храним их в голове. Мы же не записываем ничего, правильно? Мы храним в голове. Допустим, я иду, собираю грибы, собрал один гриб, второй, и для себя считаю. О, у меня уже 19 белых грибов. Отлично. Звоню. Звоню. Жене я говорю, слушай, а ты сколько собрала? А у нее... Ба-бам! Приваты. А я тебе не скажу. Ха-ха. А я собрал 19. То есть, у меня доступ. Паблик. Я открыт. Вы это тоже делаете? Это скажу, это не скажу. В языке программирования это называется модификатор. Взято Java, Scotland, из других языков. То есть, в адресе мы видим переменную, дальше модификатор, то есть, кто может смотреть. И как обращаться. Потому что, допустим, поехали мы с женой за грибами, он же кто-то говорит любимая, кто-то говорит Катюня, кто-то говорит Маша. Ну, по-разному. Это и есть переменные. Вы это делаете каждый день. Теперь, где хранить данные? Смотрите, дальше мы видим раз, два. Следующий слой. Давайте подумаем. Когда мы поехали в грибы, что мы делаем? Правильно. Мы в голове храним. Считаем. Раз, два, три, пять. Когда мы делаем какое-то действие, допустим, отмеряем там что-то в огороде, мы можем записывать на бумажку себе. Это тоже получается, мы где-то храним данные. Так вот, в языке программирования для этого есть тоже типы данных. И мы легко понимаем, то есть, что, допустим, в солидности есть такое понятие, как массив, либо сопоставление. Если мы начинаем смотреть вот это, да, вроде бы непонятно. А я вам скажу, особенно тех, кто вообще сталкивался с Python, ребят, да больше чем понятно. Просто вот это посмотрите. Кто сталкивался с Python? Словарь. Ключ и значение. То же самое, только по-другому записано. Называется и называется сопоставление. Но ключ и значение. В жизни нет у вас? Да чертов два, есть. Открываем телефон, открываем нашу книжку, читаем Вася, нажимаем, бац. И странно, почему это мы назвали на Васе, и именно Васе дозвонились. Ключ и значение. Есть. В грибы поехали, мама звонит папе. открывает телефон, наша мамка, там написано, звонит, привет, как ты там? Много набрала? Не скажу. Ну ладно, как хочешь. Адрес. Дальше. Prophecil. паблик. 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 Парпейс. Массив. То есть, когда мы будем подсчитывать, когда мы будем все делать, то есть писать функции, да, где это все будет сохраняться? Это должно где-то сохраняться. Правильно, когда в грибах, можем в голове все посчитать, один, два, три, пять, семь грибов. А в языке программирования надо где-то сохранять. Почему? Мы создаем массив. И теперь скажите, что непонятно. Теперь больше понятно. Структура контракта состоит первая. Наверное, надо первое. Переменные. Иными словами, условия, которые мы сами придумали, которые нам логически понятны, только мы присваиваем, так как язык программированный статически, им тип, то есть, то, что будем выражать символами, будет у нас, допустим, строка, то, что числами тип int, то есть целые числа, то, что будем говорить хорошо-плохо, bool, то есть true-false и так далее. Дальше. Нам понадобится ссылка, потому что просто блокчейн – это сеть. И нам надо где-то хранить данные. В данном случае это массив. И я просто вижу, что это пустой массив, так как если здесь стояло, допустим, 3, то он мог бы умещать только 3 члена, то есть 3 элемента. У нас пустой массив, значит, он бесконечный. И третья – логика. Логика функции. А далее пишем функции. Все это учимся в школе. Итак, по сути дела, структура контракта нам понятна. Условия, которые являются переменными. У нас два блока условий, то есть, какие грибы мы собираем и как определяем победителя. Второе – нам надо ссылка. Третье – где хранить данные, которые мы будем потом далее вычислять в функциях, то есть писать функции. Четыре пункта. И теперь скажите мне, что вы в жизни так не делали. Может, по-другому, но вы это делаете каждый день. Единственное, что для вас здесь новое, что, оказывается, есть язык программирования, к которой можно просто-напросто, грубо говоря, это завернуть и написать то же самое. Только иными словами, техническими словами. Как-то описать. Когда у нас выведен хотя бы первичный шаблон контракта, мы уже начинаем понимать. Второй момент. При выводе шаблона, что мы делаем? Абсолютно верно. Ведь мы используем определенные типы. И вот здесь, когда мы четко понимаем, что, допустим, тип данных структура хранит переменный, то уже, в принципе, мы, когда про него читаем, мы начинаем понимать, зачем он нам. или мы понимаем, что массив, да, то есть, куда будут складываться результаты, и теперь у нас появляется нормальное понимание, что, ага, мне же надо разобраться, как добавлять эти элементы, как их там смотреть, как извлекать оттуда элементы, то есть, нормальные вполне, но мы знаем зачем. Мы знаем, что массив нам нужен в данном случае для сохранения результатов. Иными словами, уже мы насчитали два пункта, то есть, шаблон контракта и вместе с шаблоном контракта, когда мы имеем понимание, зачем, для чего нужны какие части языка, мы начинаем изучать солидность. При этом мы не выходим за, мы учимся и учимся писать контракт и изучаем язык солидность, то есть, солидность не изучается отдельно от контракта и контракт не пишется без солидности, хотя есть другие языки, но этого мало. Вопрос в том, что в большинстве своем ребята, даже если пытаются написать какой-то контракт, то потом не знают, что с ним делать. Тестировать здесь основное. Что я имею в виду? А вот, смотрите, когда мы работаем с функциями, мы видим, что разные слова. Вот здесь хранилище слова, далее хранилище слова, далее давайте другой возьму урок, а в другом коде мы увидим memory, memory, то есть иными словами, а где эти вычисления сохраняются? Могут в хранилище, могут в памяти и так далее. Но мы себе уже начинаем прямо при обучении помечать. Почему? А потому что блокчейн есть такое понимание, как газ. для того, чтобы совершить любое действие от одного аккаунта к другому, это должно быть оплачено. Если, допустим, мы поехали за грибами, да, и мы что делаем? Первое, мы звоним по телефону, да, муж звонит жене, но тем не менее он уже затратил деньги. Пусть ему там полный тариф, но он заранее, допустим, оплатил тариф, который он может звонить. Но все равно даже в жизни мы, когда общаемся, мы на самом деле за это платим. Или кричим, то есть платим здоровьем, кричим там ауууу, но тем не менее мы тратим энергию. Все равно в жизни именно так. И здесь есть понятие газ. Так вот, на самом деле, если мы не будем понимать зачем и что нам нужно, А иными словами, о чем я говорю? О том, что и принципы блокчейна, принципы, мы изучаем вместе с языком и начинаем их записывать. Я потом покажу, как я делаю в школе. То есть мы себе сейчас должны уже пометить три вещи. Первое, типы памяти и как мы будем использовать. Оказывается, если, например, смотрите, у нас сеть миллион человек. И мы все сложим в один массив. Иными словами, в одну коробку, грубо говоря. И начнем искать человека. И, конечно, придется, чтобы найти, что делать солидность язык, перебирать каждую. На это затратится время. И потом окажется так, что написав код и указав хранилище, что за перевод у вас считают намного больше денег, чем стоит сама услуга. Иными словами, потому что операция эта дорого обошлась по ресурсам. Надо было перебрать, допустим, миллион. Вот для этого мы начинаем. Что делать? Как раз. Ага. Я, допустим, говорю, сказал ребятам. Разберитесь, что такое газ. Разберитесь типы памяти и так далее. Давайте покажу, чтобы вы понимали. Это просто сейчас попалось. Дальше будет другое. Томашнее задание. Сбросить группу. Опишите, что такое газ, блокчейн. Найдите информацию, распишите, что такое мемори, хранилище и стек. А главное, как это связано с газом по цене. На самом деле, все эти вещи есть и в базовых вещах. А что такое контракт, а что такое газ, а что такое и так далее, и так далее. Все это есть. И вот Андрей, я вижу, сделал домашнее задание. Какова была сейчас цель? Газ – это единица измерений, которые использовали для валидации и подтверждения транзакций в сети блокчейн. Также майнеры получают оплату от этой суммы. Ага, ребята. Так вот, моя задача была сейчас обратить внимание. Но ниже я показал Андрею, что надо делать еще. То есть он разобрался. Теперь, кто бы не читал группу, он почитает и подумает. Ага, оказывается, слово, которое мы используем, память, функции, от него зависит очень много чего. После того, как Андрей ответил, я написал краткосрочную цель. Давайте действительно посмотрим на этот рисунок. Ну, не козисто, ребят, но сейчас я переделаю, вы поймете. Итак, смотрите. Ну, вы поняли, что изучение языка, изучение блокчейн проводится с комплекса. То есть на основе понимания шаблона контракта изучается язык, а при изучении языка мы связываем это, как тут правильно выразиться, с понятиями блокчейна, допустим, сейчас, 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 сейчас. Сеть, транзакция, газ, то есть понимая, что это. И как это связано с кодом. В данном случае я вам показывал, что, допустим, есть разница при написании функции, где хранить данные, в памяти или в хранилище. От этого будет зависеть цена, то есть сколько получит денег майнер. Но если бездумно написать сеть, то получится, как я сказал, так, что услуга стоит один, грубо говоря, рубль, да. А за перевод 5 рублей, ну, где же это за сеть получится. То есть нам надо, вот это мы изучаем для чего? Для того, чтобы вывести для себя следующий шаг, тестирование контракта. Когда мы изучаем таким образом, я что делаю ребятам? Я говорю, ребят, вот я Андрею сказал, вот сейчас надо Андрею установить МКДОКС, но я привык к нему. То есть, иными словами, возьмите записную книжку. Но мне привычно писать к Маркдауэн. Маркдауэн надо знать, и он везде используется. И мы сейчас должны уже собирать пометки себе. То есть, писать, от чего будет зависеть наше тестирование. И записать уже, по крайней мере, три слова. Что память, хранилище и память, хранилище и стэк. То есть, когда мы начинаем записывать такие вещи, у нас тогда складывается картина. А действительно, а что мы вообще будем тестировать? Все верно, мы будем тестировать и эти вещи, и другие. Но самое главное, что у нас начинает складываться понимание, а какая нам тестовая среда нужна для тестирования смарт-контрактов. Итак, когда мы это дальше будем делать, разберемся. Когда мы протестировали, нас устраивает наш смарт-контракт. Что нам надо делать? Если по минимуму, то нам надо достаточно подключить, понять библиотеку, как работает веб-3. Веб-3. Был формат веб-1, когда появились только блоги в начале. Потом, когда появились социальные сети, этот формат называется веб-2. И вот блокчейн, то есть децентрализованное приложение, это формат веб-3. Так его назвали. По сути дела, веб-3 формат является транспортом или соединительным звеном. Давайте сейчас поймете, что скажу. Теперь смотрим сюда. Мы берем, допустим, фреймворк Django. Или любой абсолютно фреймворк JavaScript. Или вообще берем мобильное приложение. В данном случае Django. И берем наш смарт-контракт. Наш контракт. Наш контракт, который мы здесь изучали, а потом тестировали. И при помощи веб-3 прослойки, то есть через веб-3, наш контракт будет соединяться с сетью эфира. А при этом наше приложение будет работать с самим контрактом. То есть складывается в полную картину. Возможно, когда вы... До этого видео у вас было какое-то свое, допустим, понимание, а как же изучать? Думаю, сейчас немножко стало все на свои места. Когда у нас нет понимания, как изучать, и зачем нам это изучать, и что изучать, то что мы изучаем? Картинка может меняться. Сайт dup.spb-tu.ru Посмотрите первые уроки. Первые несколько уроков, они бесплатные. Вообще, я в них также рассказывал смысл блокчейн. Дальше идут уроки. Тут не один раздел. Тут будет и раздел веб-3, возможно, он уже есть. Вы позже зашли. И полноценная dup, и так далее. Так вот. И дальше, конечно, понимая общую схему, очень много нюансов, но все это в школе. Тем не менее, если смотря вот на эту схему, и смотря на то, что мы с вами, допустим, делали с грибами, то вы поняли, что, в принципе, вы это понимаете. Теперь одна задача, просто это технически оформить. И это вы уже наполовину понимаете. Ну, а хотите учиться с комфортом, с пониманием, то приходите в школу. Лучее, лучшее подспорье. Вообще, я эту школу сделал, рассчитывал, в первую очередь, что будут люди продолжать. Если школа spb-tut.ru просто, это курджанга, смысл его в том, что мы работаем здесь с документацией. Конечно, ребятам тогда будет легче. И еще один момент. Я написал Андрею вообще, что на самом деле, когда я даю уроки по солидности, ведь я не говорю, что там документацию, я только смотрю. На самом деле, я четко понимаю, это, скорее всего, пришло C, это GS, это с Python и так далее. То есть, уже логически понятно. Но самое главное, допустим, важно очень изучать несколько языков. И вот, когда мы изучаем, допустим, тоже солидность, но изучаем Python, то у нас начинается процесс анализа языка. Ну, если брать, допустим, по примеру, да. По примеру, на самом деле, ну вот смотрите, да. Это сопоставление маппинг-типы и вот словарь Python. Здесь какая разница? Да нет, здесь никакой разницы. Смысл один и тот же, что если мы смотрим здесь ключ-значение, да, и понятно, что адрес именно так. Это то же самое, что взять телефон, тыкнуть на имя и дозвониться тому человеку. Ведь это же удобно и быстро. И здесь понятно, что адрес надо указать по ключу. Тыкнул и попал в нужный аккаунт. Это правильно, это логика. Значит, нам надо что еще делать, разбираться. А чем же отличаются сопоставления, допустим, от массивов? Или, значит, как мы будем использовать? Ну, сейчас поговорим именно об этом. Чем отличаются словарь Python от сопоставления в Solidity? Да нахрен ничем. Ну, записывается по-разному. Да и хрен с ним. Ну, давайте откроем документацию, ребят. Ну, подождите. Key, ключ, значение. Ну, ключ, значение. Ключ, значение. Ну, записывается по-другому. Да и ладно. Ну, смысл то один и тот же. Или там массив. Здесь простые массивы. Здесь нету почти действий, бо они здесь не нужны. Но здесь массив похож на JavaScript. Потому что есть массивы в разных. В Python это однотипные данные. А здесь разные данные. То есть, как JavaScript. И что, вы не знаете, что такое массив? Апельсины видели в коробочке? Когда каждая из своей ячеечки. Ну, тоже самое и массив. И тоже говорить не знаете. Теперь знаете, правильно? Поэтому, ребят, самое главное, самое главное, я скажу сейчас в конце. А самое главное, я уверен больше, чем на 100%, что вы готовы уже практически ответить на вопрос, Как успешно начать писать децентрализованные приложения. Давайте перечислим. Все как в жизни. Сначала нам первое. Нужна полная картина. По крайней мере, что нас приведет к самому приложению. Мы определили три этапа. Первый. Изучение языка программирования солидность на основе шаблона контракта с выделением знаний, конкретно относящихся к блокчейн, типа газ, типа сеть, типа адрес. То есть изучаем эти понятия с тем уклоном, как они влияют на блокчейн. То, что мы с вами ранее рассматривали, память, да, и помечаем себе. Это нам даст изучить написание контрактов и понимать, а что же мы будем тестировать, как тестировать. И из этого соберем под себя среду. Далее нам надо изучить библиотеку веб-3. Далее тут можно брать любой язык, джанго, мобильное приложение, сервис и соединять с нашим контрактом. Все, все работает. Ребята, есть ребята, которые изучают там какой-то один язык и его не могут выучить годами. Есть ребята, которые пишут на любых языках совершенно спокойно. На самом деле это правило выведено довольно давно. Вот это библиотека джейсона. Прочитайте, что здесь написано. Написано здесь следующее. Смотрите. Джейсон имеет ключ значения. Но смысл вот этого протокола, что мы можем передавать данные с одного приложения в другое, с одного языка на другое, у нас стоит вопрос. А почему это стало возможным? Потому что люди, которые создавали джейсон, четко понимали. Практически во всех современных языках программирования поддерживают тот или иной форме, то есть формат взаимодействия. Иными словами, где-то массив, где-то список, где-то вектор, где-то последовательность. Как в Python последовательность, но в Python все есть. То есть типы данных и языков одинаковые практически. Но что у них разные? Допустим, в Python массив там будут только понимания, однотипные данные. То ли, допустим, только строки. В JavaScript массив там могут быть разные данные. И может быть что еще? Разное количество методов. Допустим, в том же солидности, мало количества методов в массиве, это обосновано безопасностью. Там не надо их много, иначе натворят, да? То есть изучается просто. По сути дела, мы легко можем изучить язык, когда понимаем как. То, что я говорил ранее. Когда мы изучаем именно в формате понимания шаблона контракта, допустим, как в школе, мы разбираем стракт. Вот посмотрели, ага. Посмотрели и пишем уже свое. Но четко понимаем, что, по сути дела, в этом мы собрали разное количество, то есть разные переменные разных типов. То есть есть и строки, есть и целые числа, есть адрес. И теперь, когда мы понимаем, что это такое, мы можем это дочитать документацией, так как нам понятно, и просто разобраться с техническими операциями. Все банально просто. Но в школе мы изучаем намного больше, ведь действий намного больше. Вот как здесь. Мы, допустим, сделали объект, да? То есть что у нас добавилось? Видимость. Если здесь у нас ничего не было определено, то здесь у нас добавилась видимость. И мы начинаем использовать уже с определенной видимостью. И здесь тоже есть то, что нам записывать. Кроме memory, допустим, в первом видео, то, что я рекомендовал, если вы посмотрели на уроке первого видео, мы писали первую функцию. Там было view еще, да? Тут view не получается, то есть функция не меняется. Она уже поменялась. Почему? Потому что мы указали конкретно это public, да? И тут уже получается функция может меняться. Сейчас пока это сложно, поэтому смотрите уроки. Просто я хочу показать, что мелочей очень много вылазит. Но это нас не путает. Почему не путает? И почему все просто? Ставим себе задачу. А что здесь? Да надо разобраться с функциями. Что за функция? Как записывается? И нам надо, чтобы отлетали три вещи. Как работает функция? Параметры функции. Вызов функции. Исключение функции. На это надо просто уделить очень много времени. Когда мы будем это считывать на лету по взгляду, мы будем читать абсолютно любой код. То, что я учил в школе, именно джанга. То, что я требовал от ребят, рекомендовал. Требовать я не могу, потому что я никого не отслеживаю. Хочет человек занимается, не хочет не занимается. Что бы я мог порекомендовать? Я начинал эту мысль, но потом не договорил до конца. Так вот, ребят, очень важно изучать несколько языкового программирования. То, для чего я вам показывал Джейсон. Потому что все языки программирования сходные. Если вы, допустим, изучаете Python, Django, вы готовите себе платформу, где вы будете писать это децентрализованное приложение. Потом вы начинаете изучать язык программирования солидность, контракты. Но там же можно тестировать и в JavaScript, и в Python. В разных языках вы углубляете Python. Но кроме этого, у вас начинается что? У вас начинается то, что мы говорили, сравнение. То есть мы посмотрели, ага, то, что я говорил, ага, ведь словарь Python и сопоставление маппинг солидности, это один и тот же смысл. Да, оно по-разному записывается. Но природа его одинакова. Что там ключ и значение. Что здесь ключ и значение. Получается, язык, который вы изучаете, начинает лучше проявляться. И намного лучше понимается солидность. Почему? Потому что вы уже изначально понимаете смысл. Потом, в конце концов, вы можете писать абсолютно на любом языке. Второй момент, почему важно Django. Почему курс вот этот, да? Здесь можно посмотреть, мы довольно сложный проект, пишем в социальную сеть. Но это не значит, что надо писать в социальные сети. Просто более простые проекты, но с коммуникацией вы и так напишите. Вопрос в другом. Что этот курс демонстрирует полностью систему работы с кодом. То есть работу с документацией. Поэтому кто, кто работает в Django, конечно же, намного легче будет работать с солидностью. Потому что, если вы заметите, то все мои уроки это работа с документацией. И единственное, чего я вношу нового, а именно я вношу нового то, что мы сначала разбираем понимание, зачем это нужно, а потом смотрим, когда нам это понятно, смотрим уже в документации. И мы доводим этот процесс до такого состояния, что мы, в принципе, когда открываем любую страницу документации, мы понимаем, о чем речь. Нам просто надо где-то подсказка. Но при этом проваливается все больше и больше фишек. Потому что, когда мы изучаем язык именно вот таким способом, как я показал, то происходит взаимная интеграция. С одной стороны, мы начинаем все больше и больше понимать шаблоны контракта. Если мы начали с какого-то совсем простого, то потом начинаем что-то добавлять, проверять. То есть наш опыт растет уже на основе просто нашего опыта и наших проверок дальше в тестировании. Кроме этого, солидность язык небольшой, но он очень четко становится, потому что мы четко понимаем, для какой части шаблона это. И третье, когда мы начинаем прописывать, что нам нужно тестировать и изучать понятия самого блокчейна, самой сети, то у нас они, конечно же, связываются и с самим контрактом, и с языком солидности. И у нас есть понимание, как это выразить. И кроме этого, я повторяю уже не первый раз эту мысль, что мы начинаем понимать, какая тестовая среда нам нужна. Так мы доводим наш контракт до любого уровня. Ну что, убедил я вас, поверили, что можете изучить? Конечно, можете, потому что понимаете, что, как делать и зачем. Поэтому все получится. Ну, ребят, кто хочет, ребята, изучать именно в кайф, кроме этого, получать подсказки в группе, да, то есть потихонечку, кроме этого, работать в своем ритме и воспользоваться моим довольно большим опытом по разным языкам, я думаю, что тогда с удовольствием, конечно, прошу вас в школу. Кстати, я обычно делаю скидку, можно получить даже и купить и блокчейн, и курс Жанго в одном пакете. Ну, в общем, это, смотрите, акции в меню купить. Ну, все, ребята, у меня все. Пока, пока. Все получится. Спасибо за доверие.